Музыка Из года в год последний выпуск мы делаем итоговое интервью с человеком, который знает о киберспорте в Беларуси больше всего. Его стремление сделать компьютерные игрушки спортивной дисциплиной достойно уважения. Поэтому сегодня опять поговорим с Денисом Богушем. Теперь его должность стала еще выше. Он избран председателем Объединенной Ассоциации, куда вошли и Белорусская Федерация Киберспорта, и Белорусская Ассоциация Компьютерного Спорта. Вопросы накопились не только у нас, но и у читателей страницы БФК ВКонтакте. Обо всем этом поговорим много и обстоятельно. Не уходите далеко. 28 декабря студия Games Voice представила русскую озвучку для Hogwarts Legacy. Для того, чтобы озвучить игру на русский язык студии, было привлечено 143 актера. Напомним, что студия дубляжа Games Voice провела успешный сбори средств на русскую озвучку еще в начале 2023 года. Энтузиасты запустили компанию по сбору донатов 10 февраля и всего за 10 дней собрали всю сумму. Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Компания Valve опубликовала информацию о самых успешных играх в Steam в 2023 году по различным критериям. При составлении рейтинга компания учитывала данные, полученные с 1 января по 15 декабря 2023 года. Самыми продаваемыми играми стали Hogwarts Legacy, Call of Duty и Baldur's Gate 3. Самый успешный выход на игровой рынок показали Resident Evil 4, Payday 3, Starfield. По пиковому онлайну самыми популярными играми оказались Destiny 2, Sons of the Forest и Counter-Strike 2. Как мы и говорили в самом начале выпуска, сегодня у нас будет интервью с Денисом Богушем. Будет развернуто отвечать на все вопросы, которые нас интересуют, которые задавали вы. И наша задача будет в этом интервью понять, зачем, почему было слияние Bugs и BFK, что он будет там делать и все-все, что с этим связано. Поэтому давайте приступим. Спасибо большое, что согласился с нами пообщаться, рассказать все инсайды, всю информацию, которую можно будет выудить. Уверен, что нашим зрителям будет интересно. И надеемся, что в конечном итоге будет понятно, кто чем занимается, для чего, что было сделано. Ну и начнем, как обычно, в конце года с итогов. Расскажи, пожалуйста, от своего лица, от лица федерации, уже ассоциации, какой был киберспортивный 23-й год в Беларуси. Что касается итогов года. Год был, на самом деле, довольно грустный с точки зрения ивентов. Я скажу так, с точки зрения количества ивентов. Но с точки зрения, скажем, участников в e-спортс-эвенте для студентов, студкапа, для студентов, он был довольно насыщенным. Мы провели два этапа. И мы собрали больше ста команд в каждой из дисциплин. Всего было две дисциплины. Вот. Ну и финалы неплохо прошли. Мы отлично отработали с Министерством образования. Хорошо понимаю, что нужно сделать в следующем году, исходя из того, что не получилось в этом году. Вот. Поэтому, в общем-то, и нацелены, так сказать, совершенствоваться и улучшаться в этом году. Все таблоиды, как любят говорить в Англии, у нас инфополе было заполнено именно новостью о слиянии или соединении БАКС и БФК. И очень многие, даже лично у меня, спрашивали, что это такое, зачем это надо было. Федерация будет в себя объединять физлиц, игроков, тренеров, психологов, неважно, и присутствовать в ассоциации. Соответственно, национальная сборная будет собираться в федерации. Ну, из игроков, лучших игроков Республики Беларусь. Федерация пришла с довольно большим количеством подписанных меморандумов. С Европейской Федерацией, с Глобальной Федерацией, с Международной Федерацией. Соответственно, она усилила, в общем-то, и увеличила вес ассоциаций. Сейчас основные цели – это открытие региональных представительств. Региональное представительство будет открывать Федерация. Будет открыто семь представительств. Появятся сертифицированные площадки, на которых мы сможем проводить турниры республиканского уровня. Ну, и после, конечно, сводить куда-то их на финальную площадку. Мы находимся в процессе создания попечительского совета в ассоциации. А именно, это такая структура в структуре, куда заходят партнеры. И заходят туда партнеры компаниями прям. Одна из первых партнеров, один из первых партнеров – это компания А1. То есть она заходит в попечительский совет и, в общем-то, поддерживает направление, которое ассоциация предлагает. Это большой плюс и очень так прозрачно выглядит, потому как есть попечительский совет, есть ревизионный отдел. И в конце года будет просто делаться отчет перед всеми членами ассоциации. И, в общем-то, все будет объясняться, где и что, и как. Вот. Плюс, конечно же, ну, лично, по моему мнению, круто, что появляется конкуренция внутри ассоциации, потому как все эти бюджеты будут распределяться, исходя из того, кто что может делать. И, соответственно, скажем, все эти юрлицы, которые входят в ассоциацию, они, конечно, захотят подрасти. Ну, кто-то захочет подрасти, там, не знаю, увеличить клуб, кто-то захочет подрасти с точки зрения продакшена. Вот. И, безусловно, путем, по демократическим принципам, путем голосования будет выбираться кто-то или иной подрядчик, который будет оприходовать средства, в том числе, ну, средства партнеров, которые находятся в Попечическом совете. Надеюсь, что один будет не единственный партнер. Вот. Думаю, заведем туда какое-то количество партнеров до конца 2024 года. Ну, вот, надеюсь, нашим зрителям и всем заинтересованным стала более понятна структура, кто чем будет заниматься, кто входит в состав чего, если говорить лично про тебя, да, как про председателя. Скажи нашим зрителям, ну, и мне, естественно, в том числе, какой ты видишь свою работу, чем ты будешь заниматься, за что ты ответственный. Все цели прописаны в программе развития, с которой я приходил в целом на голосование. Вот. Что касается, ну, если так глобально, да, так, крупными, так сказать, сегментами, конечно, нужно выстроить какую-то матрицу за, там, 3-5 лет, по которой могли бы работать следующие председатели или новые члены борды, и выстроить ее такой гибридной. Где-то спорт, где-то что-то от киберспорта, то есть, ну, и одна из основных моментов, конечно, важный момент, это взять тот инновационный опыт, который сегодня существует в мире, и каким-то образом разложить по этим полочкам, чтобы это могло, имело право на жизнь, уже будучи по виду спорта. Принимая в расчет твой огромный опыт уже в киберспорте, и непосредственно в федерацию киберспорта, и сейчас уже, так сказать, вступая в новую должность, в новой ассоциации, какие проблемы ты видишь в федерации, в ассоциации, вообще в белорусском киберспорте? Начну с самых простых вещей, с точки зрения инфраструктуры. То есть, мы сейчас четко поймем, разработаем нужную спецификацию для того, чтобы все заинтересованные лица учитывали ее и строили правильную инфраструктуру, которая позволила бы там и играть, и следить за турниром. И я вижу очень сильный интерес у Международной федерации киберспорта, вижу, что происходит, буквально недавно мы голосовали за нового президента Международной федерации, поэтому, конечно, мы будем стараться соответствовать и стараться остаться полноправным членом, для того, чтобы завести сборную в этом году на чемпионат мира. Ты неоднократно уже говорил про какие-то планы, про заложение кирпичиков в фундамент на будущее. Раскрой какие-нибудь нам карты, что будет в 2024 году? Да, ну, значит, я сейчас с уверенностью не могу говорить о многих проектах. Почему? Потому что мы находимся в стадии, так сказать, реструктуризации. Процессы идут по запуску пучистского совета, организации этого органа в целом. И, наверное, только после того, когда мы все это сделаем, а сделаем мы это до конца февраля точно, мы сможем говорить о каких-то там точных ивентах. Поэтому громких анонсов до, скажем, середины февраля, конца февраля ждать не стоит. Ну, я вижу однозначное дальнейшее существование студенческой лиги. Возможно, формат чуть изменится с точки зрения, скажем так, более профессионального подхода от исполнителей, от продакшена, от, там, выпускающих, режиссеров, там, и так далее, да. Значит, я, потому как этот проект доказал право на жизнь, и вот сейчас, как бы, в него можно инвестировать. Инвестировать и предлагать партнерам, чтобы они инвестировали, и для того, чтобы это все росло и улучшалось. Хотелось бы сделать что-то международное. Ну, сейчас международное, наверное, там, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан. Может быть, Китай, да. Вот, тоже в планах есть. Но, опять же, повторю, на самом деле, все очень много зависит от того, насколько мы сможем собрать заинтересованные бизнесы в Попечистическом совете, для того, чтобы мы могли это все проспонсировать. Вот. Ну, и, конечно же, важный момент для нас – это рекомендации Минюста до марта месяца этого года открыть региональное представительство. И для нас это важно и с точки зрения образования понятной структуры внутри республики, вот, и с точки зрения выполнения обязательств перед. Вот. Ну, и появление официальных представительств федерации в регионах сможет, так сказать, сертифицировать стадионы, чего очень сильно хотят в том числе и функционеры спорта. Вот. Поэтому, ну, пока по минимуму вот так вот. На максималках пока не скажу. По минимуму, планы такие. Неоднократно упоминалось сегодня из твоих уст. И вообще, так сказать, в киберспортивной тусовке часто говорят про признание киберспорта как спорт. Расскажи, зачем это надо и что это даст людям, которые работают в киберспорте? В первую очередь, это, конечно, ачивка. Ачивка лично для меня. И я уверен, для многих тех, кто провел большое количество времени в гейминге и киберспорте, это каждый из тех, кто сжал на кнопки, был обычным работягой там, да, каждый причастен к этому движению. Каждый. И к этому признанию. Что касается, в целом, ну, есть отличные вещи, связанные с тем, что можно как минимум уже прорабатывать спортивный контракт. Возможность, появится возможность собирать команды и объединять их под флагом клуба. Я сейчас не говорю, там, компьютерного клуба. Может быть, там, просто какого-то клуба, который будет, так сказать, партнеры, которые будут заинтересованы взять команду и ее, там, что-то дальше вести. И не надо будет этих вот рабочих контрактов, менеджеров, очистки компьютеров. Ну, как бы, ты будешь спортсменом, у тебя будет спортсменный контракт, там, и так далее. Конечно же, появление в списке этого вида спорта, оно усилит интересы родителей. Ну, как усилит интерес. То есть, мы, как бы, повысим лояльность и скажем, что, ну, вот, мы повзрослели, и, как бы, сейчас ваш мальчик, там, или девочка, она не просто, там, пуляет, да, там, а она, ну, у нее есть какие-то цели, там. Вот, причем, как бы, ну, разные же есть люди, у разных есть возможности у людей. И у кого-то есть возможность заниматься классическими видами спорта, у кого-то нет. Поэтому это тоже важный момент. Ну, вот. Ну, и в целом, конечно же, статус спортивной команды, летящей на чемпионат Европы или чемпионат мира, это уже совсем про другое, как бы. И я уверен, что это признание сможет, так сказать, чуть под другим углом взглянуть на это направление и для партнеров. Потому что партнеры сейчас воспринимают это не всегда серьезно. Ну, окей, подрастите, станете видом спорта. Мы подумаем, вот, нам интересно, есть партнеры, которым интересно в целом инвестировать в вид спорта, популяризировать свой бренд. Вот. Но они инвестируют там в другие виды спорта. Хотя хотели бы, скажем, в высокоинновационный вид спорта инвестировать. Поэтому, в целом, это так вот крупно. Но вот, как я это вижу, опять же, мы наверняка после признания откроем книжку федерации по виду спорта. Ну, и будем смотреть, как они взаимодействуют, и какие точки соприкосновения могут быть вообще в целом, и как, в каком направлении двигаться. Но, опять же, напомню, что мы не видим свой путь однозначно, вот как федерация по виду спорта. Мы гибридный вид спорта, и, конечно же, шоу, и там, классные визуалы, и там, эмоции, и все то, что мы умеем делать, там, трансляции, там, конечно, никто не отменял. Поэтому мы будем пытаться каким-то образом сращивать вот эти вот две направления. Вот это классическое понимание вида спорта и то, что делать умеем мы. Вопросы от меня и от нашей редакции закончились, и я предлагаю перейти к рубрике, назовем ее «Блиц», в смысле «Вопросы наших подписчиков», которые вы как раз-таки задавали в сообществе ВКонтакте под постом для этих целей. Итак, будут ли новые турниры? Да, вероятнее всего будут новые турниры, вероятнее всего будут новые платформы, я имею в виду, ну, не только ПК-гейминг, но, опять же, сразу скажу, что мы будем ориентироваться на то, что будет в финале. Финал для нас основополагающим-то будет чемпионат мира, да, в рамках ESF. Если ESF будет анонсировать мобилки, будет анонсировать PlayStation, будет анонсировать ПК, безусловно, мы будем соответствовать. Автоматически ответил на один из следующих вопросов, будет ли увеличение дисциплин. Ну, вот я надеюсь, ребята, вы получили ответ. Будут ли школы, курсы для комментаторов, организаторов и стаффы, которые задействованы в турнирах? Да, на самом деле нужно взять все то, что было сделано до этого, вот вытрясти из мешка, да, разложить этот пазл на столе, понять, что было правильно, что хорошо работало, что работало не очень хорошо, где-то обрасти еще каким-то специалистами рядом. И, безусловно, как в любом виде спорта это должно быть, индустрия должна развиваться, она должна в том числе растить не только, там, спортсменов, она должна растить еще и кадры, которые, как бы, должны быть внутри индустрии. Поэтому, ну, без этого никуда. Ну, это само собой будет. И последний, очень объемный и весьма сложный вопрос может показаться, но надеюсь, что ответ получится емким и достойным. Будут ли цели и организация исполнения этих целей в БАКС строится благодаря профессиональному подходу, или же личные цели, принципы выгода будут выше? Такой сложный вопрос, но многогранный. Ну, на самом деле, отвечу, постараюсь здесь быстро. Я так вышло, что я был избран голосованием большинством по демократическому принципу, и, скажем, выбран был в том числе, потому что, наверное, вам есть какие-то свои профессиональные навыки и понимание, куда идти и двигаться. Вот. И, ну, как минимум, я буду стараться соответствовать. Конечно же, может что-то не получиться, конечно же, может что-то пойти не так. Никто не отменял внеочередных выборов, как бы, и перевыборы председателя, инициативой членов ассоциации или борды. Поэтому, конечно, соответствуешь – работаешь. Не соответствуешь – будь добр, уступи место. Я в целом, я наемное лицо сейчас. Я в ответе перед теми, кто голосовал за меня. Меня наняли, и я буду выполнять, конечно же, чуть-чуть упаковывая своими знаниями и пониманием того, куда и как нужно идти. Ну, наверное, я ответил на этот вопрос. Денис, спасибо тебе большое за такие развернутые ответы. Надеюсь, нашим зрителям, как теле, так и интернет-зрителям, теперь стало более понятно, прозрачно и ясно, зачем все это сделано, для чего и какие цели преследуются. В общем-то, киберспорт развивается, будет развиваться. Мы со своей стороны чем сможем, поможем. Ну, а дальше уже как получится. Спешу поздравить всех с 2024 годом, с новым 2024 годом. Всем, пожалуйста, терпения. Все у нас получится, все у вас получится. Будьте молодцами. Турнирный оператор «Фиссура» раскрыл детали открытых квалификаций к турниру «Бэтбум. Дача по Дота 2». В каждом регионе пройдет по две квалификации. Первая региональная квалификация состоится 3-4 января, а вторая – 5-6 января. Регистрация на квалификации уже открыта на платформе «Фейсет». Финальные матчи первого турнира серии «Бэтбум. Дача» в 2024 году состоятся с 5 по 16 февраля в Дубае, Арабские Эмираты. Коллективы разыграют общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов. На портале eSports Yearnings был опубликован рейтинг киберспортивных организаций из СНГ по количеству заработанных призовых за весь 2023 год. Так, на первом месте находится Team Spirit, заработав 7,5 миллионов долларов. Virtus прозаняла 26 место. В ее копилке – 1 миллион долларов. Команда Entity с Дмитрием Фишман Полищуком пребывает на 109 месте с результатом 334 тысячи долларов. Белорусы из Немига Гейминг оказались на 212-й строчке. За весь 2023 год они смогли получить в качестве призовых только 113 тысяч долларов. По итогам 2023 года больше всего призовых было разыграно на чемпионатах по Дота 2 около 30 миллионов долларов. PUBG Mobile – около 20 миллионов долларов, а также Fortnite – 19 миллионов и Counter Strike – 15 миллионов долларов. Через сутки мы все поднимем шампанское и будем говорить тосты. Даже самые прожженные геймеры на несколько часов отложат мышки в сторону и будут следить за секундной стрелкой, отчитывающей последние мгновения 2023 года. Мы же хотим от всего сердца пожелать вам новых побед, новых рейтингов и новых достижений, новых эмоций гранд-финалов и новых турниров. Пусть 2024 станет более светлым и более понятным, предсказуемым и ожидаемым. Мира, счастья и удачи вам в новом году!